Здравствуйте! Это программа интервью в студии Канад Сахарья. В своем втором послании президент Касымжамар Токаев уделил особое внимание бизнесу. Вот только одно из интересных, на мой взгляд, заявлений. Цитата. «Любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работы бизнесменов должно восприниматься как тягчайшее преступление против государства». Конец цитаты. Глава государства подробно остановился на проблемах, которые волнуют предпринимателей. Токаев заявил, что эта сфера нуждается в реформах, поскольку регуляторная система по-прежнему остается громоздкой и даже карательной. Я приветствую сейчас в эфире Аблая Мирзахметова, председателя правления Национальной палаты предпринимателей Атамикен. Аблай Сабекович, вчера было послание президента. Очень большое количество вопросов и задач было поставлено перед бизнесом. Непосредственно Национальной палате предпринимателей Атамикен было дано два поручения совместно с правительствами и парламентом решать вопросы по налоговой реформе и по увеличению казахстанского содержания. Кроме этого, мы для себя выделили порядка десяти задач, где будет очень активно вовлекаться бизнес-сообщество. И, конечно, роль палаты Атамикен в этом будет доминирующая. Скажите, пожалуйста, вот из всех данных поручений и задач президентам, на чем Атамикен сделает свою первую ставку, чем она займется в первую очередь? Я бы выделил бы, наверное, три вещи в такой приоритете, за которые, считаю, на что палата сейчас и с правительством, с бизнес-сообществом должно нацелиться. Первое – это фактически новое регулирование. Оно прямо называется регулирование с чистого листа. То есть это фактически те правила, по которым работает бизнес. Я бы сказал, что вот новое регулирование сюда входит вся разрешительная система, то есть начиная от регистрации компании, весь цикл жизни, то есть регистрация компании до его ликвидации. Вся она подлежит какому-то регулированию со стороны государства. Я понимаю, Абласий Викторович, вы сейчас говорите о поручении президента разработать в следующем году новую нормативную правовую базу для малого и среднего бизнеса. Да, да. Он именно, я его говорю, чтобы так несложим языком, с чистого листа. Как мы это понимаем? В принципе, скажу так, что мы над этим уже полгода работаем, потому что уже в январе, в январском расширенном заседании, в начале года, президент уже такую задачу ставил. И, в принципе, мы тоже готовились к тому его выступлению в начале года, и мы свои предложения давали. Она тогда звучала как умное регулирование, но считаю, что чистого листа – это более точное. Умное регулирование – это все-таки использование цифровизации, системы рисков, а с чистого листа фактически у нас громоздкое, можно даже сказать, все регулированное, базировалось на бывшем советском регулировании. Вся санитарно-экономическая норма, пожарная норма, многие стандарты, техрегламенты, к сожалению, мы все время совершенствовали, пытались латать тот существующий громоздкий ума. Говоря об этом, президент, кстати, подчеркнул о том, что именно незаконное вмешательство деятельности бизнеса является преступлением со стороны государственных органов. То есть нормативная база будет здесь, в части защиты бизнеса, да, более конкретизирована? То есть, смотрите, вы говорите о последствиях вмешательства, проверки – это все уже последствия тех правил, которые прописаны. То есть саму надо причину устранить. Если мы причину устраним, то и, соответственно, не будет надобности прокуратуре кому-то защищать, вмешиваться в деятельность. Понятно, что, наверное, какого-то проверки что-то избежать невозможно, потому что есть охрана здоровья граждан, потребителей, о чем президент говорил, экологии. Деятельность бизнеса связана со теми оказаниям уступки, производством товаров, поэтому очень важно, чтобы эти нормы соблюдали. Но важно, чтобы вот эти причины, сама база регулирования, она была написана с чистой листа. Что мы понимаем? Это, то есть, отказаться от существующей громоздкой базы, кучи кодексов, законов, лицензий и так далее. Чистой листа мы для себя полагаем так, я уже сказал, полгода мы по январьскому поручению президента уже с наработки есть. Мы посмотрели передовой международный опыт. В частности, это опыт Грузии, опыт прибалтийских стран и опыт некоторых восточно-европейских стран, которые, в принципе, 30 лет назад, скажем так, стартовали также с этого одного поля. Мы вышли из этого советского наследия, и каждый шел своим путем. И вот их опыт показывает, что там, во-первых, оно простое, понятное, прямого действия. То есть нет сложных, громоздких, так, иерархических, когда принимается закон, потом к нему куча подзаконных актов, и в которых чиновники уже закладывают определенные мины, которых, во-первых, тяжело, особенно малому бизнесу отслеживать все эти нормы. Во-вторых, очень тяжело, там, они разбросаны разными ведомствами и прописаны, в конечном счете, прописаны самими чиновниками, о чем, в принципе, президент и остановился в реформах, что они сами их разрабатывают, сами исполняют и сами дают оценку. В принципе, не допустим. Поэтому это новое регулирование с чистого листа, то есть фактически, можно сказать, демонтировать все существующее регулирование. Задача, я так бы сказал, понимая так, что фундаментально нужно демонтировать, отменить все существующее регулирование на базе предпринимательского кодекса, всех регулирующих законов, контроль надзора, бицепсирования. Это глобально, поэтому я говорю, что это номер один. И самое главное второе, о чем я считаю важным, это это чистое регулирование позволит полностью с нуля его правильно адаптировать. Потому что, если вы посмотрите структуру послания, цифровизация, президент увидел огромное внимание, выделил его. Да, как отдельно. Поэтому важно написать новое регулирование, в котором, еще раз говорю, простое, понятное. И опять, в интересах, как президент сказал, что результат, там, скажем так, суть важнее самого процесса. К сожалению, наше регулирование написано так, что там процесс важен. То есть, чиновник его написал так, что в нем важен он. И весь процесс замкнут на получении какой-то бумажки, какое-то решение, и зависит от воли, субъективизма определенных чиновников. То есть, оно написано так, что вы зависите все время, находитесь в этом процессе, в круговороте хождения по бумагам. А сейчас нам нужно написать не из логики чиновника, а из логики сути самой деятельности бизнеса. И самое главное, вот это с нуля написаны простые алгоритмы, правила для бизнеса, потом легко можно будет оцифровать. И тогда точно будут, как президент сказал, данные бегать, а не бизнесмен, то есть ему будет удобно просто в мобильном приложении получать все услуги. Это первое. Второе, это, безусловно, ревизия, и можно сказать, ну, конечно, дословно сказано так, ревизия налогов кодекса, фактически подготовка нового налогов кодекса. Потому что, когда вот две трети, может даже я могу сказать, жизненный цикл любого бизнеса, большого-маленького, там 90% наверное зависит от регулирования налогов. Налоги, наверное, точно там половина, скажем так, взаимоотношений любого бизнеса с государственным органом. Да, вот именно по этому вопросу налоговой реформы и реформы налогового кодекса здесь хотел более подробно остановиться, потому что президент дал четкое поручение Национальной палате Атамикен совместно с правительством отработать именно этот налоговый кодекс. И он обозначил как цель, это как кардинальное упрощение и исполнение налоговых обязательств, и минимизация количества налогов и платежей, потому что сейчас порядка 40 налогов разных и платежей существует. Вот в данном аспекте я хотел бы задать такой вопрос. Речь идет о том, что налогооблагаемая база или вообще в целом сумма налогов будет уменьшаться, или речь идет просто о сокращении количества налогов и платежей в целом? Если суммировать дословно из того же текста послания, которое он сказал президент, фактически налоги состоят как самих налогов, как вы правильно говорите, да, какой налог, его ставки и администрирование, как собирать этот налог, его методы, системы администрирования. То есть из поручения президента его поручение затрагивает как сами налоги, так и его администрирование. Поэтому можно считать, что это фактически подготовка нового налогокодекса. По такой же аналогии, как я вам говорил про регулирование, нам придется фактически с нуля переписать налоговый ходок, но опять-таки исходя из понятности, разумности и принципа добросовестности и простоты восприятия как налоговиками, так и в первую очередь с платежиным бизнесом, то есть на этих простых принципах нам придется переписать весь налог. Он касается, вы правильно говорите, налогов, там 12 видов самих налогов и уже там более 30 различных платежей, которые в сумме дают более 40 видов. То есть это количество просто сократится? За счет этого юридическое лицо сможет просто более эффективно, быстрее оплачивать эти налоги? Естественно, я хотел бы, нам надо избегать, здесь надо очень внимательно подходить к налогам, это сфера, налоги это некий, знаете, такой социальный контракт между государством, бизнесом и обществом, то есть это ключевой такой нерв взаимоотношений, такой экономический нерв взаимоотношений вот этих трех столбов, из чего армируется само государство. Поэтому эта сфера должна быть баланс интереса, потому что мы, как бы создавая удобное поле, безусловно, для бизнеса, мы должны понимать, что за счет налогов содержится вся социальная сфера, за счет налогов содержатся все государственные функции, безопасность, армия, оборона, правопорядок и так далее. Поэтому, конечно, здесь каким-то простым математическим путем, наверное, нельзя, каждый налог имеет свою сущность, для чего, как, каким путем, здесь надо международный опыт. Но ясно, что некоторые виды налогов точно можно, скажем, объединить. Вот долгое время эксперты, в частности, я помню, и Рахим Ушакбаев, и другие эксперты, мы в этом нефтене поддерживали, понимаем, вот по фонду оплаты труда, там точно можно объединить 4-5 платежей, сделать один социальный налог, единый социальный налог, который бы уплачивался с фонда оплаты по одной постарке. Это, безусловно, упросило бы как администрирование, потому что, когда вы делаете количество налогов, под каждый налог идет администрирование, тем самым вы еще усложняете жизнь предпринимателя, особенно малого бизнеса, который не имеет там большого количества, не может себе позволить большое количество квалифицированных бухгалтеров, то понятно, они используются. Это сдача флорум, квартальная, месячная, понятно, создает огромное поле для администрирования и огромное поле для давления. То есть у налоговых секторов получается огромное поле таких инструментаров, которые можно давить. Поэтому понятно, что будет рассмотрено количество налогов, обедненной, пересмотрены ставки, о чем, в принципе, президент сказал, дифференциацию. Да, прокомментируйте, пожалуйста, именно вот этот вопрос, дифференцированные налоговые ставки. О чем речь идет? Это вот налог на роскошь, то есть это в зависимости от доходов и так далее? Не только. Понятно, что в одном из выступлений президент говорил ранее о том, что нужно, возможно, дифференцированные, смотреть, да, налоги, вот, например, для богатых там один уровень, для там малоимущих в другой уровень. И в целом, если посмотрите, один из принципов, наверное, первый принцип, семь принципов президент огласил, о которых будет вся наша социально-экономическая политика строиться. Одним из них – это равномерное распределение благ всеми, да, членами общества. Поэтому налоги – это единственный, наверное, самый главный инструмент, который во всем мире используется для распределения благ. То есть он у тех, кто больше зарабатывает в богатых, больше налогов берет и перераспределяет в пользу там. Президент обозначил не просто справедливое распределение благ, но и обязанностей там через запятую идет. Да, это тоже. Поэтому налоговая сфера, она вот затрагивает все сферы. Вы правы. Когда мы говорим про дифференциацию, это мы имеем в виду разные отрасли. Мы понимаем, что, допустим, рентабельность сельского хозяйства, рентабельность там, скажем, нефтяной отрасли, она разная, да. То есть в разном отрасли разный коэффициент налоговой нагрузки, который реально, сама объем бизнеса, емкость рынка позволяет зарабатывать субъекту этого бизнеса. Поэтому когда мы говорим... А как Вы можете прокомментировать вопрос уплаты розничного налога? Вот президент сказал, что в секторе малого и среднего бизнеса считаю возможным право предпринимателям, работающим в наиболее пострадавшем от пандемии секторах, уплачивать розничный налог с оборота. Это каким образом улучшает позицию малого и среднего бизнеса? Несколько лет назад активно обсуждался так называемый розничный налог или налог с оборота, как аналог замены НДС и, может быть, КПН объединить, и чтобы примерно с оборота один вид налога подвез. Президент отметил, что рассмотреть введение розничного налога для тех предпринимателей, которые испытывают трудности, наиболее пострадавших от пандемии. Это сфера торговли, сфера услуг, которые, наверное, из-за карантинных ограничений сильно пострадали в этих сферах. Розничный налог. Во-первых, у нас розничного налога, налогов сейчас нет. Если будет готовиться новый налоговый кодекс, мы его должны ввести, и ввести, и посчитать его подход. То есть, в принципе, здесь предлагается, чтобы у него нет прибыли сегодня. Как с него получать? Он просто в простой находится. У него нет там оборотов, с которых он мог бы заплатить НДС и так далее. Поэтому бизнес сейчас много решений принято, и до сих пор обращается по отсрочке или отмене вот этих налоговых обязательств на период действия карантинных мер и возможных последствий. Поэтому эта тема обсуждалась. И, наверное, сейчас президент поставил задачу это посмотреть наиболее пострадавшего в торговле сверху услуг. Наверное, сейчас мы будем с Министерством на ЦК создана рабочая группа, будем смотреть. А по срокам? Вот те представители малого и среднего виза, которые нас сейчас смотрят, будут интересовать вопрос. Реформа налоговая, это законодательство, парламент, утверждение этих всех изменений. А они же страдают сейчас. Вот как быстро это будет внедрено, и когда они получат, почувствуют уже эффект? Я хотел бы сказать, что надо понимать, что это очень серьезная большая работа, и там быстрого эффекта в течение месяца, полугода не будет. Это точно год, вот мы говорим, нового регулирования чистого листа. Налоговый кодекс — это тоже как минимум до конца следующего года. Если говорить, то можно говорить только о том, что эти фундаментальные, концептуальные вещи, и на них нельзя рассчитывать, что мы там их быстро примем. Это только, наверное, с 2022 года. Это конец 2021 года, и если мы запустим подготовку, усиленно поработаем и с 2022 года, это будет большой успех. Понятно. Давайте перейдем ко второму поручению, которое дал президент, где указана именно роль Национальной палаты Атамикен. Это вопрос казахстанского содержания. То есть вам непосредственно было поручено правительству совместно с Атамикен до конца года подготовить конкретные предложения по увеличению казахстанского содержания. И здесь глава государства обозначил, что несмотря на то, что были созданы вот реестр отечественных товаропроизводителей, несмотря на то, что был сертификат внедрен индустриальный, все равно это не дало такого сильного значимого эффекта для того, чтобы ограничить лжепредпринимателей или какой-то дешевой импортной продукции от участия в государственных закупках. И, кстати, как один из элементов совершенствования законодательства в этом плане, это создание единого окна государственных закупок. Вот здесь какие основные шаги будет предпринимать или давать предложение Атамикену в этой части? Вы правы, Канад. Здесь у нас за 20,5 года работы наработано огромное количество материалов. И как раз нужна была политическая воля, чтобы реализовать вот эту ставку на отечественные товаропроизводители. То есть мы очень много говорили за последние годы о всех уровнях, о том, что нужно поддерживать отечественные товаропроизводители, особенно в регулируемых товаропроизводителях. Но, к сожалению, сказав, декларировав, мы принимали половинчатые решения. Потому что у нас есть обязательства АБТО, у нас есть обязательства Евразийском экономическом союзе. И вот эти наши обязательства, ну и третье обязательство, скажем так, которое мы таргетируем, это вот мы говорим о конкурентоспособности. А если мы говорим о конкурентоспособности, то как бы полагается вот заказчику лица государственных или национальных компаний, государственных органов, ну понятно, он должен объявить тендер и кто предложит лучшие условия, дешевые цены. То есть, а понятно, они в большинстве случаев импортные. И как бы вот мы не должны нарушать принцип конкурента. Вот эти вещи принципиально нам мешали до конца внедрить. Поэтому президент правильно отметил, не существующие реестры отечественных товаропроизводителей, не индустриальный сертификат, который мы полтора года назад реализовали, он не стал тем действительным инструментом поддержки отечественных товаропроизводителей, потому что мы до конца, сказав, а до конца не пошли. То есть, они все реализованы половинчато. Во-первых, сразу хотел бы сказать, у нас три площадки закупок регулярно. Это государственные закупки, закупки всех государственных органов, в первую очередь Акиматов, их чуть больше 4 триллионов. У нас закупки квази-госсектора, это национальные компании, в которых включает сам РОК, казна, контракт, их тоже около 5 триллионов. И у нас недропользователи, куда входят три крупных гиганта, это ТШО, НСОСИ и КПО, ну и другие там недропользователи, которые работают в этой сфере, более 100 компаний, там тоже более 4 триллионов. И в общей сложности там получается около там, ну в разные годы, в среднем там 14-15 триллионов тенге. Вот три сферы. Во-первых, каждая сфера регулируется отдельным нормативными актами. Закупки нацкомпаний вообще регулируются отдельными законами и положениями. У них внутренние положения, в основном. Так, президент вчера точку поставил в этом споре, сказал, все, теперь закупки нацкомпаний, объединяя эти законы, и государственные, и базовые закупки должны быть в одном законе. Но все равно остаются недропользователи. То есть получается, там каждого свое положение правила, и, соответственно, у каждого своя база, вот этот реестр отечественных товаропроизводителей. Странно, да, очень выглядит. То есть у Акиматы там по одному списку работают при закупках. Самрук казна ведет свой реестр, у недропользователей третий. Вот это первое, что мы должны получить теперь единую базу. На базе чего? На базе двух сертификатов, которые сегодня выдаются. СТКЗ, который, к сожалению, вызывает много нареканий, справедливо вызывает нареканий, вы, наверное, тоже отслеживаете, очень много обращений, жалоб. Нам приходится постоянно разбираться между бизнесменами, госорганами. О, ему более 10 лет, он уже устарел и требует сейчас реальный модернзак. И индустриальный сертификат, который мы были вынуждены в силу несовершенства СТКЗ, чтобы в СТКЗ просто иметь правила, написанные госорганами, и еще двухступенчатые. То есть прежде чем вы пойти подтвердить свое производство отечественным, вы должны пройти частных экспортных компаний. Вот здесь многие путают, путают, что это, в конечном счете, от Амитейн рассказывает много критики. На самом деле первый этап, на сожалению, дирегулированная вот эта экспертная организация. И частные компании оказывают эту услугу, их эксперт объезжает и проверяет ваше производство, ну, по крайней мере, обязанно, по правилам. Как правило, они не выезжают, и мы много сталкиваемся с тем, что без осмотра, в силу разных причин, выдают документы. И если эти наборы документов все в порядке, бизнесмен приходит к нам, и мы в течение суток должны выдать ему этот СТКЗ при наличии всех... Да, там есть основания предусмотренных, которых мы с трудом провели для себя, что если у наших экспертов возникает сомнение, то они могут выехать посмотреть. Или же только когда жалоба, бизнесмены жалуются, что мы понимаем, что вот уже производитель, там заявил, что реально завозит много, я вам просто скажу, что из 100% проверен, более половины подтверждается, что, к сожалению, на первом этапе мы, эксперты, недобросовестно отработаем. К сожалению, и сам приказ, который министерством индустрии и инфраструктурного развития принят, его предшествия более 10 лет назад, и сама процедура двухступенчатая, КСЖ, она требует реформы, и мы видим, что предприниматель сегодня активный, сами ставят вопрос, создана сейчас соответствующая рабочая группа, она сейчас работает, и в него вовлечены сами крупные наши производители, и это отрадно, бизнесменные сами взялись, их не ассоциацию защитных интересов, мы вовлечены, и мы постараемся, и мы теперь, тем более с учетом поручения государства, к концу года привести единому реестру и единому сертификату, который бизнес воспримет как честную, объективную, во-первых, она должна быть оцифрована, весь процесс выезда, фото, видеосъемки, каждый может увидеть, кто выезжал, как удостоверять, потому что, я говорю, когда-то там были вопиющие случаи, мы видели СТКЗ выданы, а когда по этому адресу выезжали, это было пустое поле, то есть непонятно, вот этот эксперт частной компании, как мог без даже простого осмотра выдать такой сертификат. Мне кажется, здесь должны быть и меры... А это, я думаю, на грани уголовного наказания. Конечно, это меры ответственности должны быть вплоть до уголовного. Конечно, поэтому индустриальный сертификат, который мы как бы уже как саморегулирование выдаем, нас поддержало, но опять-таки индустриальный сертификат только в некоторых видах закупок, значит, в государственных, и саморегулирование казни применяется на их усмотрение, понимаете? Хотя он более совершенен, потому что его выдает само бизнес-сообщество, то есть выдают их ассоциации, выезжают эксперты с этих ассоциаций, они смотрят, они удостоверяются, и сами как бы сообщество уже утверждают, и потом только мы подтверждаем. Здесь процесс самой ответственности, там ругодят самого бизнес-сообщества. Поэтому мы считаем, что индустриальный сертификат нужно до конца оцифровать, и в принципе можно было бы использовать как единый сертификат, документ, на базе которого единый реестр. Да, мы к этой работе готовы, и мы уверены, что политическую волю президента озвучил, наконец-то из полумер мы перейдем окончательно четко в поддержке отечественного товаропроизводства. Но на этом, конечно, канат не закончится. Я сказал, у нас есть обязательства, вот и АЭС, там тоже предусмотрены наши возможности, к которым, мне кажется, правительству надо в этих условиях смелее принимать. В условиях очень жесткого кризиса существует, он кризис спроса. Многие предприятия наполовину загружены, сейчас испытывают серьезное снижение спроса, и на грани простоя, на грани банкротства работают. Поэтому крайне важно, таких условий у нас, допустим, мы в рамках АЭС, на два года можем приостановить свои обязательства. Ну, как раз президент сказал, два года будем восстанавливать. Я считаю, смело надо, честно своим партнерам сказать, на два года приостановить в тех ключевых секторах, встроенная индустрия, пищевая, машиностроение, все, что не сырьевое, приостановить, скажем так, вот эти участия, так называемых, в наших партнерных тендерах, прям надо выйти и ставку сделать на отечественное производство. За два года это работает. Мы же еще хотели поговорить о том, как бизнес выходит сейчас из карантинного периода, из пандемии. Но прежде чем перейти к этому блоку вопросов, я хотел бы еще обозначить вопросы, которые президент поставил задачей. Это, во-первых, на ближайшую пятилетку разработать план развития АПК. И здесь тоже дано поручение бизнес-сообществу в этом участвовать. Также были обозначены такие вопросы, как участие бизнеса в решении проблем нехватки детских садов. Также это вопросы применения биометрии на уровне государственных услуг и в частном бизнесе для упрощения взаимодействия населения с электронными сервисами. Вот, Абласий Петрович, несмотря на то, что прямое поручение там не было указано, что Атамикен должен давать свои предложения, но в любом случае это указано, что это бизнес-сообщество. И я думаю, что в любом случае вами будет подготовлено соответствующее предложение. Так, я согласен с вами. Независимо, где-то прямым текстом президент, но очень отрадно, что он важен в эти три сферы. Новое регулирование, налогового кодекса и местного содержания, там он роль Атамикена персонально отметил наравне с правительством. Мы это понимаем как большое доверие и большую ответственность как институт. Но независимо от этого, в рамках своих законов полномочий Атамикен по всем экономическим мерам, озвученным главой государства, вот сейчас многие перейдите, по всех, безусловно, будут участвовать. Потому что это наша законом установлена функция, представляя интересы к сообществу, мы будем вовлечены во всю эту работу. Теперь по каждым из них. По АПК очень важно, президент тоже отметил, я в целом считаю, что в постпандемический период, наверное, агропромышленный комплекс и пищевой сектор, здесь не нужно быть большим экспертом, безусловно, он должен стать драйвером роста. Это, ну, если хотите, скажем так, новое выражение, новая нефть. В принципе, президент сказал, что цикл нефтиных цен закончился, и нам нужно перестраивать. И, наверное, вот этот сектор агропромышленный, исторически наше конкурентное преимущество Казахстана. У нас и земли, и орошаемые, об этом президент сказал. Сельхозпроизводство традиционно было, у нас почти половина населения живет, поэтому сельскому хозяйству мы должны уделять безусловно, как приоритетную. Это безусловно так, поэтому нам очень важно вот эту пятилетнюю программу, более президент его нельзя назвал национальным проектом, на это обратить внимание. он не просто сказал принять очередную гастрограмму, а его принять как национальный проект. То есть должен быть консенсус, он должен быть хорошо обсужден не только бизнес-сообщество, учитывая, что половина населения не живет, это касается судьбы, инфраструктуры, жилья, образования, условий жизни. И поэтому крайне важно, чтобы этот документ не просто такой отраслевой, а он такой страновой, национальный, поэтому от этого будет зависеть успех в целом стране и половину страны, которые там живет. Поэтому мы здесь будем вовлечены. И самая главная ошибка предыдущих программ, вы знаете, у нас были шарахани. И нам крайне важно, вот тот впереди есть, для конца следующего года надо его подготовить, вот нам крайне важно анализировать все ошибки за последние 10 лет. У нас три программы принималось, у нас, к сожалению, были шарахани, каждый месяц правила субсидирования менялись, а сельскохозяйство в целом, так вы знаете, консервативный отрасль, только вникают в какие-то правила, а они уже не успех почитав, а через несколько месяцев менялись правил. И это вообще недопустимо. Поэтому нам крайне важно консенсусно принять четкий, который пять лет все предприниматели, которые от малого до больших инвесторов, там, зарубежных, наших, будут понимать, что пять лет будет правило неизменный, четкий. Доступ к земле, оборот уже арендных, президент четко сказал, здесь консенсус все поддерживают, земля продаваться не будет, пока только будет аренда сельхозземель, аренда только резидентам Казахстана, то есть только отечественным компаниям, отечественным фермерам, и тогда нам нужно запустить рыночный оборот вот этой аренды, чтобы его можно было все-таки залогу имущества, банки и так далее, поэтому правительству нам надо будет очень грамотно поработать, ключевой земель, актив, как земля, мы его должны правильно использовать, чтобы это был рыночным инструментом для отечественного сельхозтовара производителя. Безусловно, земля это ключевое, второе, доступные деньги, то есть мы же примерно за 10 лет анализ понимаем, из чего состоят основные ключи вещи, которые мы должны правильно отработать. То есть первое, я сказал, это прозрачный, понятный механизм доступа к земле и оборот аренды сельхозземель среди отечественных товаропроизводителей. Второе, безусловно, это доступ к дешевым длинным деньгам, то есть сельхозцикл, он более, и в целом, всему бизнесу дешевые длинные деньги нужно, но сельском хозяйстве особенно, там свои особенности есть, урожайные, цикл такой тяжелый, окупаемость более длинная, рентабельность другая, поэтому дешевые деньги. Третий, это агрокомпетенция. Это ключевой фактор, который ответил президент, он отметил, что это кадры, но я бы это назвал как агрокомпетенция. Это доступ к новым технологиям, доступ к новой агрокультуре, агронауке, агрокомпетенции. Это ключевое, этим Атамикен обладает, мы работали, мы несколько лет были оператором этой программы, и надо малых фермеров обучать, показывать. Ну и ключевой инструмент, вот три там, производительность, там еще это уже вытекаешь, вот три вещи, которые мы должны сделать, это земля, деньги и кадры. Три столпа, на которых здесь хозяйство должно строить. Ну и дальше там уже точечные вещи, производительность, новые технологии, продвижение на экспорт, ОМОН говорил о складах, необходимой инфраструктуре, из-за которых, к сожалению, старопортические продукты не доходят вовремя к столу, теряют и фермер, который произвел, и потребитель не может получить под доступной цене и качество этого продукта. Но ключевой он отметил, какой еще важный инструмент, это кооперация. Вот здесь я полностью согласен, и это мне вызвало большое удовлетворение с посланием главного государства, мы об этом спорим, много раз говорим, к сожалению, у нас откат случился в 2018 году, мы отказались от поддержки кооперативов, пошли вот в лесную отрасль, сильно поддерживают, такой крен случился, к сожалению, однобокий, вот таких ошибок мы не должны повторять. У нас, к сожалению, очень много мелкотоварной производства. Сперва есть ЛПХ, то есть есть подворье, их там около двух миллионов, это огромное количество. И у нас по мясу и молока статистика кривая, вы знаете, президент отметил, что гиберагентство создается, и комитет статистики нужно из правительства забрать, передать, что объективно статистики. К сожалению, мы там много чего рисуем, потому что сами, как он сказал, правительство разрабатывает, потом сама же подгоняет цифры под исполнение этих госпрограмм, сама же дает оценку. А теперь должна быть объективно статистика. Мы все время очень криво себе рисовали. Но несмотря даже на это, могу сказать, что по мясу, молоко, по основным видам более половины этих видов продукции производится в этих лишних подворьях. Они неэффективны, они не выключены в деловой оборот. Доходы средние 45 тысяч на семью. А задача стоит несколько раз, хотя бы два раза, а поднять в среднем, чтобы 120-140 тысяч семья ЛПХ была. Но для этого нужно копирировать. Копираться двух видов. Копираться этих ЛПХ мелких. Надо продумать стимулы. Правильно, почему не шла коопирация, потому что она шла административным путем, то есть акиматы загоняли людей, не объясняли стимулы. Человек осознанно должен понимать. То есть он должен понимать выгоду от этой кооперации. Это надо разъяснять, эти стимулы должны быть четкие и понятные. Поступив в кооператив, я могу получить доступ к технике, доступ к химии, доступ к сбыту. То есть не только я сейчас свое небольшое количество молока пойду продавать. Это невыгодно. Транспортный расход сидит. Или там крупный фудмастер, крупная компания тоже неинтересно ездить за вами 200-300 километров, чтобы собирать небольшое количество молока в вас. Понятно, что нужно какое-то товарное количество. Когда мы 100 домов ЛПХ объединяемся и ставим один танк, и собираем молоко, определено качество под требования фудмастера, понятно, тогда фудмастеру интересно. Он поставит этот танкер, обеспечит необходимой технике, оборудованию, а потом будет закупать это. Поэтому будут, наверное, и производственные кооперативы, то есть люди будут объединяться в кооператив, чтобы решить доступ к техникам, потому что каждый дом маленькой фермы не может себе передовую технику купить из фишки города, небольшие наделы. Когда они объединяются, они позволят такую технику дорогую сложа купить, и чтобы обрабатывать по очереди или вместе свои поля, это производственная кооперация и бытовая кооперация, когда объединяются для того, чтобы больше товарной продукции, которую будет интересно уже переработчику закупать и с точки зрения издержек, и с точки зрения объемов. Поэтому вот такая кооперация будет как на уровне ЛПХ, так и на уровне мелких фермы. И это ключевое. Кроме того, что мы говорим, о чем мне очень отрадно, президент тоже политическую волю привел и точку в этом споре поставил. Кооперационное движение, но мы опять должны извлечь уроки, не надо нам идти административным путем, а кематом собирать и говорить, вы там объединяйтесь. Это не работает. Каждый свой надел и человек собственник должен понимать. И президент отметил, в этой кооперации человек не должен размыть. Мы создали некоторые товарищеские кооперативы, куда вступили, кто-то там неэффективен, кто-то нет, а потом все хором начинаем отвечать за обязательства этой кооперативы. При этом люди сохраняют свои наделы, но при этом получают за счет кооперации производства и сбыта получают свои пенсии. И, кстати, Канад хотел бы просто здесь отметить, по поручению президента 11 мая мы этот пилот от Амикен проводим в трех областях Куркистанский, Алматинский, Жамбургский. Жамбургским уже давно большой пилот делается, он уже подходит к концу. 1 октября мы правительству должны доложить. То есть у нас мы уже готовы к этой работе. То есть логика президента очень простая. Он в мае дал нам пилот провести и сейчас в начале осени окончательно поставил точку в этой ситуации. Операционное движение это ключевое, которое даст возможность вовлечь большинству людей и повысить свои доходы. Это ключевое. Вот то, о чем говорим о справедливости, расправлении благ. Мы должны помочь людям вот эти блага, рост каждой семьи, каждого пота, рост доходов. Его возможность вот это ключевое. Я еще хотел бы подчеркнуть очень важный такой политический элемент реформы это выборность сельских акимов. Мне кажется, вот в совокупности то, что вы говорили сейчас о кооперации, о новой национальной программе развития агропромышленного комплекса плюс в совокупности с выборностью сельских акимов, о которых глава государства сказал, в следующем году уже возможно будет в некоторых регионах, где срок полномочия акимов заканчивается, мне кажется, это даст новый толчок к развитию сельского округа вот у нас в Казахстане. И действительно, тогда и эта национальная программа, которая будет развиваться, она начнет по-настоящему работать, потому что президент же заявляет, не так важно, может быть, принятие каких-то программных инструментов, сколько как реализация правоприменительная эта практика. Согласен, Ганат, здесь я хотел просто сказать, да, безусловно, это даст толчок, выборность, и вообще, честно говоря, много споров было, многие говорили, может быть, выборность района хакимов, от него зависит, многие говорили, ну, давайте так, Ганат, мы понимаем, веление времени, мы часто слышим, особенно Алмата, где образовательный и лучший ценз населения очень высок, и Алмата, в принципе, там даже постоянно поднимает вопрос, что мы готовы к выбору мэра города и так далее. А вот, мне кажется, президент правильно акцент расставил, это самое низшее первичное звено в сельский округ, и давайте мы там научимся этому процессу. Ответственность, люди понимали, что они им делегировали, они выбирают, соответственно, несут ответственность за свой голос, и тот, кого избрал, несет ответственность перед теми населением, которое выбрало. Понятно, туда надо какие-то, вот уже обсуждали, в виде налогов, какие-то экономические инструменты дать, мы понимаем, что в сельской местности, наверное, у Акима сельского округа не так уж и много, но ключевое, как я сказал, для успешной жизни села это земельный вопрос. Если Аким будет избранный, и у него в руках будет самый главный рычаг земельный вопрос, он уже будет подотчетен, на что вот многие бизнесмены жалуются, и ЛПХ, вот общее пастбище, непонятно, у кого они, как. То есть мы очень много жалов, даже у нас много, мы видим, вы знаете, проект Бастал, мы сейчас выборы сейчас смотрим, кто уже 3-4 года по Басталу работает, да, у них дела неплохие, даже пандемия тоже на них села, но многие до сих пор говорят, мы 3-4 года, я уже вот начинал там с 7 коров, уже 15 расширился, а мне нужны пастбище. К сожалению, мне Акимат не помогает, я не понимаю, не прозрачен, у кого эта земля, я вижу, что она пустует, но меня туда не пускают. Поэтому выбором с Акимат, безусловно, создаст прозрачность и ответственность именно в самом распределении ключевого ресурса и в Казахстане, и в селе Перу, этой земли. Вот здесь соответственно появится. Аббат Савельевич, скажите, пожалуйста, вы все это лето держали руку на пульсе казахстанского бизнеса. Как выходит сейчас бизнес из вот этой пандемии, из карантина? В чем, так скажем, основные болевые точки? Ну, во-первых, Канад тоже, скажем так, понравилось, что президент в целом сказал, что пандемия большое испытание для всех, в первую очередь государственных органов, населения, безусловно. Но он особенно отметил, что бизнес понес и несет сейчас основные тяготы по пандемии. Потому что пандемия, борьба с пандемией, она применила такой непопулярной меры административной, это карантин, то есть фактически остановка или просто тебя ставит на простой особенность в сфере торговли и услуги, посещаемость людьми, да, и, к сожалению, бизнес нес и до сих пор несет серьезную, скажем, нагрузку по карантинам. Мы ведем опрос, вы правы, с первых дней мы как бы встали на путь, мы как бы находились на обратной связи. На сегодня могу сказать разными способами мы более 130 тысяч предпринимателей опросили. И 35% это как раз те сферы пострадавшие, это более 800 тысяч субъектов бизнеса, это примерно 60% тех занятых в сфере предпринимательства, то есть там может быть их доля в налогах мало, но это занятость. Это как раз активный пласт индивидуальных предпринимателей, небольших СТО, небольших кафе, небольших мастерских сфер и услуг и так далее. Поэтому самочувствие их было крайне важно. 35% на сегодня, как мы видим по статье по опросам, уже произвели оптимизацию своего штата. Это очень самый серьезный вопрос, о чем президент говорил, вопросы занятости, рабочих мест это ключевая. То есть доходов нет, и они были вынуждены пойти. Конечно, государственная мера 42 500, она позволила многим сохранить этот штат. Из этих 35% в оптимизированном штатах, я хотел бы сказать, что примерно половина в отпусках, то есть они все-таки отправив отпуска у предпринимателей своих доходов нет, они претендовали и получали эти 40 до 500, а половина, в принципе, уже понимая, что он даже после вклады какого-то периода отсрочек даже 40 до 500 у него не будет доходов, потому что карантинные нормы они таковы, даже вы знаете, что уже мы отпустили 17-го. В принципе, можно сказать, за редким исключением сегодня на простое стоят кинотеатры, все эти концертные залы, все эти тольхана, банкетные залы, фактически там бильярды. Торгово-развлекательные центры фактически по выходным не работают. Они работают на половину, потому что там не работают футборты, и они не работают в выходные. Остальном арендаторы непродовольственных, они работают. Продовольственные аптеки работают. То есть ТРЦ работают не на полную мощь, и рестораны, даже те, общепит, им разрешили в закрытой части, то есть уже летний период заканчивается, сейчас понятно, уже холода наступает. То есть внутри вы можете работать 30% заполняемых. То есть многие предприниматели понимают, что ему нет смысла, он 30% заполняемых, если он не сможет рассчитывать на доход, который позволит содержать штаб. Вы делали сюжет про торговые центры, там говорится о том, что уже порядка 30% арендаторов не вернутся в торговые центры. То есть они уже обанкротились фактически. У нас, вот вы уже примерно, у нас цифры совпадают, я уже сказал, 35% опрошено, вот это вот 800 тысяч субъектов, считайте, это более 200 тысяч предпринимателей, испытывают крайние трудности, то есть они уже оптимизировали на начало штат, на 18 августа с последним данным 35% оптимизировали штат, и они отмечают падение доходов, и примерно 20% говорят невозможности оплачивать налоги, невозможности обслуживать свои займы и арендные платежи. Вот примерно я бы 5 вопросов выделил, это зарплата сотрудникам, это налоговые обязательства, это кредитные обязательства, это арендные платежи и коммунальные платежи. Вот примерно 5 блок вопросов, которые в ходе всего опроса за эти 6 месяцев пандемии бизнес поднимают. И собственно вся наша работа с правительством шла, чтобы по этим пяти основным направлениям поддержать их. То есть если говорить по оптимизации штата, это 42 500, в принципе президент отметил, это был серьезный шаг, и серьезная сумма была израсходована, мы понимаем, правительство тоже тут все, но это каким-то образом поддержало. Второе, по налогам, по налогам в пострадавших отраслях президент дополнительно объявил, 1 октября уже истекали, я подчеркиваю, наиболее пострадавших не всем бизнесменам дали, там до конца года фонда оплату их освободили. У них есть по другим видам налогов, они тоже где-то 1 октября истекают, по ним думают, что тоже работа будет вестись, потому что нет доходов, не с чего платить, КПН и другие налоги в пострадавших отраслях. Кредитные отсрочки были даны до середины июня, недавно после наших активных консультаций, мы, кстати, провели большой раунд переговоров со всеми отраслями, с участием в мае месяц, и не вместе со всеми регионами, с участием премьер-министра. По итогам них 40% всех наших предложений были учтены в комплексном плане, вот о чем я говорю. Теперь по кредитным отсрочкам тоже даны, теперь по аренде. По аренде уже президент озвучил, поддержал, скажем, наше предложение, что, во-первых, где госимущество и квазикос арендует, там, да, и там без оплаты освободить до Нового года, это хорошее решение, но мы понимаем, что большинство бизнеса, это где-то, может быть, 8-10% по арендам платежа, а основная это бизнес-бизнес. Там тоже хотел бы сказать, что работа идет, в ближайшее время мы ожидаем, что все-таки сейчас в правительстве мы этот вариант российского смотрим, где даже правительство пошло, то есть крупным держателем офисного помещения, ТРЦ, налоговые и прочие льготы, коммунальные платежи освободил, за счет этого этот крупный бизнесмен своим мелким арендатором обнулил или дал отсрочку. Сейчас мы это обсуждаем, есть сумма от компенсации, наверное, в ближайшие недели правительство объявит, мы эту работу ведем. То есть, в принципе, по всем фронтам. Ну, и очень много работы было проделано, точечно, это ограничение на экспорт. Даже будто в карантин, на Канаде, вы знаете, что мы, правительство нас поддержало, доверило, мы вместе работали санврачами, прописали алгоритмы и сделали систему Инфоказахстана. Мы сделали систему, через которую было удобно. Представьте, вот с карантином выходило там более 500 тысяч предпринимателей в первую услугу. Вот на каждую должна комиссия выезжать. Это сколько надо комиссии иметь, когда, какая очередность будет. Потом это субъективно. Мы все это понимали, санврачи нас поддержали, мы сделали систему Инфоказахстана, где только на крупные объекты ТРЦ выезжает комиссия, уже по итогам осмотра, и то в этой комиссии присутствуют обязательно наши региональные представители. Мы попросили, чтобы туда включили лигу потребителей, потому что это касается и людей. Так что комиссиону смотрят. 90% предпринимателей удаленно, онлайн, подает, смотрит саннормы, знакомится, делает чек-лист, что он все эти нормы, саннормы выполнил, и все. И уже берет на себя ЕЦП, ставит, что он выходит работать, вот бьюти-салоны, какие-то там и рестораны, и кафе, и они берут на себя обязательства, и только уже по мониторингу, по жалобам, на этой платформе уже есть такой функционал, люди могут пожаловаться, если мы за добросовестность, если предприниматель не выполняет какие-то нормы, нет санитайзеров, нет расстояния не соблюдать, нет разметок, нет масок. Понятно, это в платформе, то есть мы огромные последние полтора месяца проводили работу, чтобы такое огромное количество бизнеса, чтобы мы вышли из корыни. Мы очень надеемся, пока первые две недели прошли, мы видим, что, не зря вам договорились, ослаблять по мере как добросовестность, мы пока, скажем так, постучим три раза, что пока показатели в этой ситуации они контролируемые, и нет большого, нет какого-то роста там взрывного, то есть это говорит о том, что все-таки люди уже сделали вывод, и бизнес тоже ведет себя, хотя это не исключает, что, конечно, какие-то недобросовестные бизнесмены будут быть, но вот быть, на этот Казахстан любой может указать, и сам врачи будут удаленно смотреть, где-то предупреждать, а где-то мы тоже договорились, что СМС, если жало поступило, зависит от его категории, мы отправляем СМС, предприниматель получает и видит, что к нему поступил жало, он должен такие-то вещи исправить, если это уже серьезное нарушение, туда выезжают сам врачи, уже либо будут штрафовать, либо ставят вопрос, поставят на простой предприниматель, если он себя недобросует, потому что с этим шутить нельзя, это жизнь и здоровье людей. Ну, карантин заканчивается, пандемия проходит, я думаю, что наш казахстанский бизнес достойно выйдет из этой всей ситуации, выживут, конечно, сильнейшие. Аблай Савекович, спасибо вам большое за комментарии, было очень полезно все это проанализировать, послушать, впереди большая работа предстоит, желаю вам успехов, удачи, спасибо, до свидания. Спасибо вам также, спасибо. Уважаемые телезрители, с вами в студии работал канад Сахарья, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова